Читать ли молитвенное правило Молиться хоть как-нибудь находится в нашей власти. Молиться с усердием находится в власти Бога. Это так же, как и с терпением из прошлого вопроса. Если вы не будете молиться, вы никогда не станете молиться так, чтобы вот прям хотелось молиться. Для того, чтобы что-то понравилось, для того, чтобы что-то начало получаться, этим нужно заниматься часто. И если вдруг по какой-то причине вы не хотите молиться, просто встаньте, тупо отчитайте правила и все. Да, пусть вы даже будете не понимать некоторых слов. Бесы понимают эти слова и отходят от вас. Да, это, конечно, не то, что там пламенная молитва, которая сразу перед Господом встает. Но вы, по крайней мере, это сделали. Вы не сделали шаг назад, вы не отказались от молитвы. Вы не сделали гигантский шаг вперед, но вы чуть-чуть потихонечку-потихонечку продвинулись. Может быть, даже остались на месте, но самое главное, вы не сделали шаг назад. Поэтому, если вам не хочется молиться каким-нибудь правилом, вот даже утреннее и вечернее правило, вот не хочется вам молиться, просто аж выворачивает вас наизнанку, прочтите правила Серафима Саровского. Не заменяйте утреннее правило правилом Серафима Саровского, но если именно в этот день вам очень не хочется молиться, хотя бы прочтите «Отче наш». Даже хотя бы так, и этого будет достаточно. Здравствуйте! Я Ирий Анатолий Слободчиков, наследник храма святителя Николая Чудотворца, сего Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, к Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Всего доброго!